Девочки, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня, да, у меня, как вы видите, влог начинается из дома. И да, я вернулась домой, у меня были на то личные причины, Йоланда была здесь, ну, в общем, я ушла с работы и приехала в наш Пиргас. Так что я на самом деле уже в Пиргасе неделю, потому что я приехала сегодня понедельник, но я приехала в прошлое воскресенье. И я была настолько занята какими-то домашними делами, в общем, я вам сейчас чуть, ну, чуть поподробнее расскажу, какие новости и так далее. Сейчас я хотела бы от вас получить вашу поддержку, потому что я буду почаще снимать видео. Я готова, то есть я разобралась с делами, так что жду от вас пальчик вверх сразу на это видео, чтобы я видела вашу активность. И, конечно же, если вы вдруг здесь впервые на моем канале, то подписывайтесь и будем встречаться более часто. Живу я в Греции, девчонки, если вы новенькие здесь и вы впервые меня видите, меня зовут Карина. Всё, так что поехали. Окей, девочки, первое, что я вам хотела рассказать, вообще, что происходит, как бы, из-за чего я вообще в шоке и немного зла. Да, в общем, перед тем, как я приехала сюда, и, девчонки, если вы в Греции, то сейчас будет антиреклама одной компании, которая Асфалье, страховая компания. В общем, у меня страховка на машину. Перед тем, как я приехала сюда, моя машина была в Пиргасе, в салоне. В общем, мы оставляли её. И муж купил, оплатил страховку, так как она у меня закончилась. И вы знаете, что? Фирма, сразу говорю, anytime. Если у вас какие-то были проблемы, напишите тоже в комментариях, если вы из Греции. В общем, сделал ошибку в номере машины. Одну цифру неправильно нажал, то есть вместо двойки тройку нажал. И всё. И вот сейчас, вот восьмой день, мы переписываемся, звоним, чтобы они исправили это всё, потому что я не могу взять машину, потому что у меня как бы страховка есть оплаченная, но она не работающая. То есть, если, не дай бог, что-то случится, она у меня как бы её нет. То есть, она как бы есть, но её нет. И, в общем, вот это вот всё дело у меня происходит целую-целую неделю. Больше даже уже пошло, и они ничего не могут исправить. То есть, то у них несколько дней надо, то пришлите такие копии, то пришлите опять копии, то пришлите, я говорю, сколько можно уже прислать копии? Уже привезли мне эти документы с машины. Я уже всё сфотографировала со всех сторон, вообще всё, что только можно было из документов, отправили. И опять ничего. То есть, говорят, что вот суббота-воскресенье, офис не работал, то, что они когда получат письмо, они посмотрят, ответят. То есть, это ответят опять, то есть, вот, вот, девочки, Греция, да, и вот такая вот бумажная бюрократия. То есть, это какой-то капец. То есть, я вот из-за этого очень зла, я не могу никакими своими делами заняться, я не могу в магазин поехать. Я здесь вещи разбирала, вот то, что с Миконосом мне привезли, да, прислали, мы отсылали как бы не курьером, ну, в общем, типа курьером, а вещи, да, какие-то новые вещи. Я ничего не могу, я тупо не могу поехать купить вешалки в Юске, то есть, пешком я не могу туда пойти. Ну, в общем, это какой-то бред, настолько бредовый, и я вот из-за этого просто злюсь. На пляж мы не можем поехать, мы на пляж с подругой ездили два раза вот с детьми. И подруга работает, то есть, ну, мы, получается, от нее зависим, да. То есть, ну, когда работает человек, он не всегда может поехать, у него какие-то свои тоже дела, то есть, ну, это тоже я не могу напрягать вот так вот. Вот. И Иоланда здесь тоже ходит, подбывает, что мы дома сидим, дома сидим, на улице жара, просто 40 градусов больше, наверное. У нас начались пожары уже в Греции, причем в нашей, где-то здесь, на нашей территории. И, в общем, ужас. И я понимаю Иоланду, то, что она хочет выехать, и я ничего не могу с этим сделать. Так что, девчонки, вот такие вот дела домашние. Ну, и, получается, неделя у меня была, я не снимала видео, но я занималась, я ничего не могла никуда выехать особо, да. Я занималась домашними делами, то есть, разбирала гардеробные. Иоландину, кстати, девчонки разбирала гардеробную, но меня просили снять видео, но так как у меня был здесь вот такой хаос, то, что камеры у меня отдельно были, ну, еще упакованные, то есть, я вот как приехала, кинула их, и так они у меня лежали, не заряженные, соответственно, ничего. И думаю, ладно, пока разбираю все, разберу Иоландину гардеробную. Мы убрали кучу, вот просто огромную, у меня вся кровать была завалена ее маленькими вещами зимы, да, вот осень, зима, то, что весна была. Мы это все убрали, мы убрали вообще зимнее, то, что еще более-менее размер, вот сейчас, да, нормально, как бы, на осень, чтобы ей оставить. Мы это тоже поубирали, мы оставили ей только летнее, я вам покажу сейчас, как там у нее, что, ну, вот результат, да, как что получилось. То есть, потом в моей гардеробной я тоже разбирала, но я не стала убирать уже наверх ничего, она у меня все висит, я их просто все вещи, вот эти зимние, осенние, весенние, я их сдвинула в одну сторону гардеробной, а летние тоже вывешиваю поближе, так что у меня там место есть, как бы, можно и не убирать. Ну, в общем, занимаюсь какими-то вот такими делами, а потом вот постоянно у меня роботы каждый день работают, если с пляжа приехал, то, естественно, песок, в общем, он у меня здесь работает каждый день практически. А я так хожу, постоянно эту пыль протираю, потому что лето, жара, утром, если открываешь окно проветрить, у меня вот, вот у меня начинает сечь нос, у меня кондер, я под кондером сижу. Начинаешь проветривать утром, чтобы поступил воздух, и даже через 10 минут ты закрываешь окна, все, пыль уже по всему дому, вот так вот. А в течение дня у меня постоянно работают кондиционеры, потому что жара невозможная, сидеть вообще невозможно ни дома, ни на улице, вечером выходишь вот в часов 10, да, на улице в 11, все равно духота, влажность, нет кислорода. Ну, в общем, ужасные какие-то условия сейчас, и то, что еще и без машины ты не можешь уехать с утра на пляж, то есть вот это вот больше всего, наверное, вот прям бесит. Вот, так что не очень такие хорошие новости, но у меня классная новость, то, что я теперь рядом с Йоландой, а Йоланда меня прям ждала, она не ожидала, что я приеду, такой сюрприз ей был. Так что, девчонки, у меня моя подружка, моя сестричка, моя Йоланда, дочь, подрастает, и мы прям очень рады, что мы вместе сейчас. Так что, вот такие дела, и пойдемте, покажу вам и Йоланду, поздоровается с вами, и ее гардеробную. Так, девочки, здороваемся с Йоландой. Йоланда, привет! Йоланда, выпрями спину. Постоянно, Йоланда, выпрями спину. Йоланда, выпрями спину. Смотрите, девчонки, в общем, сделали какую перестановку. Кровать здесь также осталась, отсюда мы все повыкидывали, и всякие старые книги, учебники, вот эти тетради, всякие игрушки. Но вот Йоланда здесь опять все повытаскивала, уберет сейчас. И, в общем, она уже сама говорит, мне надоели вот эти цвета здесь, то есть визуальный шум, понимаете. То есть ребенок сам уже дошел до этого. В общем, выкинули много-много пакетов. И смотрите, какая у нас стала перестановка. Вот этот стол стоял возле этой стены. Йоланда в итоге захотела переставить. И смотрите, как мы сделали. Вот эта тумбочка стояла перед зеркалом. Мы ее тоже сюда сдвинули. И я ее поставила вот так, чтобы закрыть вот эту дыру. Потому что стол не может пройти до стены, так как там находится вот этот обогреватель электрический. А так закрыли, и смотрите, у меня вот такой, как угловой офис получился. Почему ты тут обрала цветок? Потому что, а, Йоланда спрашивает, она без микрофона, спрашивает, почему цветок убрала. Я сюда ставила орхидею. Покажу вам сейчас, как цветут. Но здесь жарко очень сильно. Здесь солнечная сторона, здесь больше солнца, и они просто опадут цветочки. А Ёлечка здесь еще рисовала себя с подружкой. Да? Да. Которая я сейчас пойду. Да, вот сейчас Йолана к подружке пойдет. Уже эти шесть. Так что вот такой у нее здесь офис. Пойдемте, орхидеи покажу. Девчонки, зашла в ванну, смотрите. У меня орхидеи год назад были новые. Они цвели, да? И я их выращивала год. У меня первый раз, по-моему, зацвели орхидеи вот настолько... Нет, у меня раз как-то цвела, а в этот раз, смотрите, насколько сильно зацвели они. То есть здесь вот так много. Но вот видите, не подкололи сразу. А на этой орхидеи вообще просто какое-то огромное количество цветов. Но вот в ванной, они хорошо стоят, потому что здесь влажность. И они вот, видите... Ну, то есть я их поэтому здесь и держу. И этот цветок вырос очень сильно. Прям там еще один новый отросток вырос тоже. Класс. Все, девчонки, смотрите. Захожу в гардеробную. Здесь все то же самое, в принципе. Но мы здесь повесили вот только... Я убрала же, говорю, все платья. Я все, все убрала зимнее. Оставили здесь вот только новую одежду. Вот у нее здесь сколько? Пять платьев новых. Это все новенькие коллекции были. Оставили летнее платье здесь. Вот здесь вот Виланда, конечно же, в своих мелочевке не разбирается. Не хочет убирать. Думаю, ладно, ей так удобно здесь. А здесь тоже поразбирала. И смотрите, как я сделала. То есть все шорты, юбки я ей повесила на вешалке. Вот таким образом. Видите? Вот прям таким образом. Потому что, когда они сложены в шкафчиках, не видно вообще ничего. То есть она забывает, что у нее есть. И поэтому мы повесили вот таким образом. Видите? Вот. То есть вот так вот. Здесь юбки, шорты. И все это видно. И то есть она и находится внизу это. И то есть ей удобно будет взять низ, поднимает наверх голову, да, залазит здесь на стул, поднимает голову. И здесь вот уже вверх. Видите, да? То есть это все майки, блузки, топики. Кстати, вот здесь, по-моему, пару майк надо погладить. В общем, топики, майки, что-то с этикетками у нее. Ну, здесь в основном вся такая новая одежда у нее. И внизу, и вверху. Ну, это практически все новое, потому что я ей евро на 400, я ей взяла новые одежды. Так что вот такая, смотрите, девочки, идея, да? Вверх, то есть блузы одни. Вниз, низы, юбки, шорты. И отдельные вот у нее здесь платья. Ну, платья можно бы еще подкупить. Не снимали тоже, соответственно, никакие обновки. Здесь у нее два раза я и Зару заказывала. Еще с другого магазина, с Инсайд тоже что-то заказывала. В общем, не снимали, девочки, ладно. Пропустили эти видео, но окей. Ну, и здесь тоже я у нее здесь разобирала. Здесь всякие купальники и мелочевка. Ну, как обычно в этих... Это маленькие купальники. У меня сестра, кстати, приедет. Я отдам племяннице маленькие купальники. Вот, так что здесь все разобрали. Девочки, а теплые вот то, что футеры такие, ну, как свитера, вот всякие кофты. Я... То, что я как раз, я положила в эти коробы, они битком. Но я прям положила с вешалками, потому что... Потом, чтобы достать и повесить. И все. А куртки висят в другом шкафу, в Анжела шкафу. Так что вот так вот. Девочки, в моем офисе здесь ничего, в принципе, нового нет. Все то же самое. Единственное, у меня здесь постиранные вещи лежат, но их нужно гладить. Но я... Да, должна разобрать еще, потому что у меня еще новая одежда. То, что я покупала шинь. Тоже хочу ее погладить, поэтому у меня там доска стоит, все наружи. В моей гардеробной приготовлю. Потом, наверное, сниму вам отдельное видео. Покажу новинки, то, что я заказывала с сайта шинь. Но это будет в отдельном видео. Девчонки, в итоге, в моей гардеробной здесь, я говорю, вот я, в принципе, разобрала. Но вот осталась мелочевка, как документы там какие-то поубирать, там сумки правильно пораставлять. В общем, мелочевку сделать. А основное все, все куртки я переместила сюда. Шляпы у меня там наверху стоят. Здесь у меня вообще пять шляп. Обувь тоже поубирала, что-то поубирала. Летнее что-то повыставляла. В общем, летнее платье повесила сюда. Там и пляжные, и всякие разные платьюшки такие легкие, знаете. Верха тоже у меня сверху. Низы летние, то, что вот лето могу носить снизу. А все, что более зимнее, более теплое, я сдвинула сюда. Ну и, соответственно, здесь тоже и платья, и свитера это все сдвинула сюда. Потому что здесь в конце, ну, то есть, не видно и не это. Не мешает. А вот это вот у меня новая одежда с шинь. То, что я вам сниму в отдельном видео, покажу. Ну, вот мне нужно сначала, видите, стоит доска, нужно сначала погладить. И также постирала один пиджак рабочий, но его мне нужно будет погладить. То есть, его нормально дома стирать. А вот эти пиджаки я оставила, ну, то есть, я их вывесила, да, оставила, что мне их нужно отнести в химчистку. Здесь вот четыре пиджака, два белых и два черных. Это для химчистки я приготовила. А вот. Так что, вот, у меня кое-что здесь нужно разобрать, конечно. Но так, собственно, нормально уже. Уже жить можно. Сейчас Иоланда уже просится, чтобы я ее отвела к подружке. Так что я ее отведу и приду домой, буду гладить вещи, приготовлю для следующего видео. И мы с вами поболтаем еще, наверное, завтра. Если какие-то вопросы будут, пишите в комментариях. Либо же, если что-то еще вспомню и захочу рассказать, поделиться с вами, то чуточку позже сегодня. Все, сейчас целую. Чуть позже увидимся. Доброе утро, девочки. У нас следующий день. Мы пока собрались, уже 11.30 время. Так что сейчас с Иоланой пойдем, зайдем в химчистку. Мне нужно оставить мою одежду с работы. Там несколько пиджаков, брюки. В общем, то, что я не могу дома постирать. Хочу, чтобы привели в подрядок, чтобы уже на случай чего у меня уже была готовая одежда. Ну, там, на осень, да, пускай останется. Потом зайдем в кафе, наверное, попьем кофе. Зайдем в супермаркет быстро, по мелочи там кое-что возьмем. И, смотрите, мы с Иоликом одеты практически похоже. Сейчас покажу вам в зеркало. Вот розовые топики, шортики. Так что вот так. Только обувь мы поменяем. И пойдем, увидимся попозже. Ну что, ребят, вернулись мы домой. Такое, что посидели в кафе, в общем, в химчистку сходили, купили в одном рыбном магазине, там кое-что рыбное. Зашли в супермаркет, встретили Иоландину подружку с мамой, посидели вместе, поболтали. Слава богу, что с кем-то она хотя бы поиграла. Сейчас Иоланда сидит здесь батонится. Я здесь снимала тикток, она меня за кадром снимала и выставила в свой тикток, что мама сбежала из психушки. То есть вот такие вот дела. Вот такая у меня доча, подставы вот такие делает. Так что, да, сейчас буду готовить. Пойдемте покажу, что я купила. И идея для быстрого обеда. Потому что время сейчас часа два, около двух. Да, Иоланда? Ну, мы еще не ели, мы не голодные, в принципе. Но нужно уже ставить готово. 2.46. Около трех. Так что, пойдемте покажу и буду заканчивать, наверное, этот влог. Итак, ребят, смотрите, покажу вам быстро, что я буду готовить и что купили. Купили здесь кое-что из фруктов. Знаете, взяла совсем чуть-чуть, потому что жарко, тащить пешком это все не хочется. Персики, черешня. Взяла рис. Обычно берем вот такой в пакетах, потому что он быстро варится, то есть без заморочек. Чай взяли, вот этот наш любимый фрукт, такой ягодный. Потом взяла бекон для яичницы, для завтрака. Иоланда вот такую индейку берет, копченую. То есть она тост ест, либо просто так ест. Потом взяла еще вот такие наггетсы из курицы. Тоже, когда, знаете, по-быстрому, либо вечером пожарить Иоланде кофе. Не стала большую банку брать, потому что, ну, опять же, чтобы не тащить, взяла маленькую банку кофе. И взяла вот здесь вот то, что рыбное. Так, в пакетах. Здесь у меня лосось. Это все лосось, но что-то дорогое он у нас очень сильно. Я не знаю, как в ваших странах, но у нас он дорогой. То есть вообще, вот эти два кусочка замороженные и вот такие два больших куска, тоже лосося, видите. Но этот уже пожирнее, этот более как-то полегче. То есть два таких куска, два, ну, вот такая упаковочка. И вот эти куриные наггетсы 30 евро. Девчонки, я не знаю, что с ценами. Видимо, я давно не покупала что-то сама. В общем, цены какие-то кошмарные. Так что буду готовить сейчас. Вот Йоланда просила вот такой кусок. Там еще один такой же есть. Я, наверное, пожарю вот Йоланде вот этот кусок, а себе пожарю вот этот маленький. Ну, один-два пожарю. Один, наверное, пожарю, потому что не хочется есть тоже. Это я пожарю быстро в сковороде. И сварю пару пакетиков риса. Йоланда любит рис. Она его может просто так есть. Так что вот такой, без соуса, без ничего, просто пожарим. И здесь какие-то овощи. Это мама с дачи привозила. В общем, овощи еще. Так что вот такой обед быстрый будет. Девочки, я буду заканчивать тогда на этом влог, потому что, мне кажется, уже достаточно длинный получился. Если вам понравилось это видео, то поддержите меня пальцем вверх. Если вы здесь впервые на моем канале, подписывайтесь на мой канал. И заканчиваю, прощаюсь с вами. Целую, обнимаю. Пока-пока, до новых встреч и жду вас в комментариях.